она была очень скромным человеком, имея такое недвижимое дарование, в то же время я всегда сомневалась, где узнали от ее стихов, она очень любила Цветаеву и какие-то отголоски Цветаевских строк есть в ее стихах, но у нее все-таки свой чистый Наташин голос, она не всем говорила о том, что пишет стихи, но кому говорила и дверяла в страничку на сайте стихи рук, те навсегда прикасались с этим стихом и дрожили очень. И когда она ушла, очень многие отозвались именно стихотворными строками на ее уход. Кстати, сейчас страничка ВКонтакте не закрыта, на ее стене пишут, поздравляют ее днем рождения, с Новым годом, отмечают ее общину, к сожалению, уже был год, и уже будет два в этом году, как и он. Я хочу прочитать вам несколько стихотворений тех людей, которые хорошо знали Наташу и в жизни, и поэзии ее, и откликнулись стихами. Конечно, это самая малая-малая часть того, что было посвящено Наташе, но что-то почту. Юлия Школьникова, послушай, Наташа, Наташа, послушай, ведь, может, тебе все еще интересно пришла к нам зима, опоздала, конечно, в вагонах метро, а также мрачно и тесно. И также скрывается в пепельной дымке Исаакия шпиль, и свинцовой льдинке в каналы закованной заспанной метки, как будто фрагменты разбитой картинки. Ответь мне, Наташа, последнюю осень не ту, что когда-то с тобой уходила, а ту, что забросила в небо высоко баграниц лесов. Это ты попросила? В тончайшем фарфоро-розовой чашке На блеклых разводах гуще кофейной Появится профиль до боли знакомый В кафе на летение, в кафе на летение. Как бабочек крылья, Страницы, страницы на белой бумаге, Венками сонетов. Я знаю, ты сможешь, ты хочешь песниться, Так, трогая душу, приходит поэт. А вот Людмила Антипова, она пишет Стихам Наташи. Услышу песню на два голоса, Напев знакомый подхвачу, И распущу по ветру Волосы, вслед за песней улечу. А песня строится в черемухе, Воскресшей в кипенном цвету, И только шорохи и сполохи, И звезд касаний на леду. Под глотонным сиянием Кознего лета Бабья осень в предзимье бредет, И последней любви безответной Покаянную лесточку шлет. Ты подходишь к обрыву, А там на юру, Отзываясь на зол журавлиной, Раскалилась листва у осины, Выжигая всю душу твоей. Ну, я внесла небольшую лепту, Но тогда я вышла эту книгу, И эти строки сами как-то выписались. Легчайшую книгу твою Открыть я никак не решаюсь. О том, что я наспех скажу, О том ли сердечно покаюсь. Ну вот приоткрыта она, Ну вот в полный голос пропета, Как тонко звенела струна, Как ясно всем сердцем задета. Не чудится вечер с тобой В тишайшей и ласковой дали. О чем не сказала живой, скажу, Будто розы упали. Подруга, сестра и любовь. Земная и небесная эльтрата, Я вижу тебя словно вновь. И стихотворение Яны Батищевой, Которая, к сожалению, тоже очень больна. Тоже с картиной болезни, как у Наташи Кошина. Ее стихи особенно проникновенные. Брагоценней всех сокровищ, Голос милый, голос твой слышу. Если ты уходишь, забери меня с собой. Голос тихий и далекий, В тьме ночной и в свете дня. Ты спокойствие в тревоге, Ты прохлада средь огня. Через горький год разлуки Знаю, ты не умерла. И протягиваешь руки, А за ними два крыла. И теперь послушаем опять Наташу.